Друзья, всем привет! Сегодня приготовим с вами вот такую вот роскошную курочку запеченную. А если быть точным, это куриная грудка, куриное филе. Мягкое, нежное, сочное, супер ароматное. Пойдемте, я вам все покажу и, конечно же, расскажу. Пойдемте готовить. Сначала, друзья, давайте подготовим филе. Вот у меня куриное филе. Две штуки. Большое попалось такое здоровое куриное филе. Так, в общем, в двух у меня 700 грамм. Берем. Я на одной сейчас покажу, как делать. Сначала нам нужно убрать малое филе. Вот этот вот хвостик, да? Убираем. Этот вот хвостик срезаем. И теперь саму филешку, вот эту вот, нужно разрезать пополам. Вот посередине. Берем. И ножом вот тут вот рукой держите. И аккуратненько. Как вот оно пошло, так и пошло. Все. И доводим до конца. Большую вот эту вот филе, большую, большое вот это филе оставляем. Кладем пока. Вот это вот, которое мы срезали, берем. И вот эти вот хвостики, один вот хвостик и тот, и тот я делю пополам. И мы сюда потом вобьем. У нас получилось, то есть, две большие, ну, еще пока не отбивнушки, куска, да? Два больших. И вот этот вот хвостик, кусочек одного хвостика и второго, мы сюда вобьем, чтобы все, как бы, было у нас так, ну, более-менее одинаково. Все. И с той филешкой мы делаем все то же самое. Филе поделил, порезал, разрезал, как хотите, да? Беру пакетик полиэтиленовый, кладем на доску. Это все делаем, ну, чтобы брызги, так сказать, в нас не летели. И вот этот вот хвостик, кусочек, кладем сюда, накрываем. И смотрите, нам нужно немножечко, немножечко совсем отбить. Сильно фарш мы не делаем, прям не со всей дури, как говорится, да? Чуть-чуть вот этот вот хвостик придерживать, чтобы он не убегал. Нам нужно добиться лишь того, чтобы вот этот вот хвостик вбился туда. Чтобы отдельно нам вот эти вот хвосты малюсенькие не жарить, отбивные, крохотные не делать, да? И вообще, курицу ее не нужно вот сильно отбивать, потому что мясо и так очень нежное. Если мы будем сильно грохать по нему, просто будет фарш. Не надо, мы же не делаем котлету по-киевски. Все. И вот чуть-чуть вот это малое филе, оно идеально вбивается. Вот на одной отбивной покажу, остальные все то же самое. Все. И филешка готова. Отбивнушка готова. Вот. Идеально. Смотрите, было как бы два кусочка мяса, стал один кусочек. Она и текстуру свою держит, и форма замечательная, да? И ничего ниоткуда вот не вылетает. Все. И все четыре мы делаем точно так же. Мясо отбил. Вот такие вот отбивнушки получились. Раскошенные, большие. Четыре штуки, да? И теперь нам нужно их чуть-чуть примариновать. Соль, перец, больше ничего не нужно. Замариновать это не то есть, чтобы оно лежало, да, мариновалось. А мариновалось это, чтобы просто посолить, поперчить. Все. Вот обычная поваренная соль по вкусу. Много не надо, потому что у нас еще будет начинка. И чтобы это все не пересолить, лучше, как говорится, не досолить. Все. Соль и черный перец. И вот так вот делаем все четыре. Перец тоже по вкусу. Сразу ставим на плиту сковородку, наливаем, ну, миллилитров пятьдесят растительного масла. Разогреваем масло, но не совсем, чтобы оно кипело, дымило, да. Слегка. И с двух сторон обжариваем, друзья. Обжариваем чуть-чуть, не до полной готовности. Даем красивый коллер. То есть цвет. Чуть-чуть прижариваем. С одной стороны прижарили курицу, и со второй стороны прижарили курицу. Буквально там какие-то минутки. Все. До сухарей ужаривать ее не нужно. Сковородка у меня уже на плите. Немножко разогрел масло. Все. И кладем. Оно сразу же зашипело. Если где-то вот тут что-то вылетает, там ломается мясо, ну, отсоединяется, да. Потому что курица, она очень нежная, лишнего молотком долбанули, и все. Не переживайте, оставьте. Все будет запекаться, все соединится начинкой, все будет хорошо. И кладем еще одно. Все. И буквально вот несколько минут с одной и с другой стороны мы прижариваем совсем-совсем чуть-чуть. С одной стороны я уже чувствую, что закалилось оно, поджарилось. Пора переворачивать. Вот видите, легкая-легкая такая у него зажарочка. Все. Нормально. Переворачивайте. Больше его ужаривать не нужно. И вторую так же. И две филешки, остальные все то же самое. Я сразу беру вот свой противень. Ничем, ничего мазать я не буду. И выкладывайте сразу, вот их пожарили со сковородки, и можете сразу выкладывать на противень. Курица готова. Вот такие они красивые, аппетитные. Уже получили, уже красиво выглядят. Все. Вот я их кладу. Как и сказал, уже не масло, ничего сюда не надо. Объясню попозже, зачем. И пусть они просто пока постоят и ждут своей, подождут своей очереди. Далее сделаем начинку. Грибы, шампиньоны, свежие. Здесь у меня 250 грамм. Режем их. Друзья, режьте так, как вы хотите. Как любите. Вот, как говорится, на вкус и цвет. Вот, пополам. И еще, чтобы помельче все-таки они были, чтобы начинка не вылетала. Гриб пополам. Еще пополам шляпку разрезаем. Все. И вот такими долечками я нарезаю полностью все грибы. Грибы порезал, готовы. Кладем их куда-нибудь в какую-нибудь чашу. Далее репчатый лук. Одна штука. Так, сколько у меня там? Ну, грамм 80, наверное, я записал, чтобы не забыть. Да, 80. Все. И просто кубиком. Средним кубиком. Все по классике. Соломочкой не режу сюда. Не люблю. Хотя, как любите, кто-то любит, пожалуйста. И вот так вот кубиком режем. Лук порезал и тоже складываем пока в грибы. Далее, друзья, болгарский перец. Беру красный. У меня буквально был один небольшой перчик. Я вот срезал так, сколько там? 100 грамм вроде бы. У меня все написано. Я, конечно же, все вам напишу. Все. И вот этот перец просто порежу кубиком. Не сильно, конечно, мелкими. Мелким, а вот средним кубиком. Все. И вот так вот весь перец тоже перерезаю. Овощи все подготовил. И теперь смотрите. Все вот эти вот овощи, которые порезал, кладу на ту же самую сковородку, где жарил курицу. У меня немножко там как раз осталось сока. Масло пока наливать не буду. Кладу это все дело туда. Сковородку, естественно, я не мыл, как уже сказал. И включаю на самый сильный. Сейчас это все попарится, выпарится. Если хватит масла, жиров, там больше не добавляйте, чтобы это все не плавало, да? Потому что мы еще заправлять это все дело будем. Будет совсем мало гореть. Чуть-чуть добавьте растительного масла. Ни соли, ни перца я сюда ничего не кладу. И грибы, лук, перец. Да, обратите внимание. Все сразу, это все прожарится. Не переживайте. Кто-то там жарит. Сначала грибы на сухой, что-то воду выпаривать не надо. Я не вымудряюсь. Я все жарю вот это вот кучей. И все это одновременно. Все прожарится. Я вам вот говорю, как есть. Все, пойдемте жарить. Овощная смесь у меня уже на сковородке. Включил на самый сильный, как и говорил. Чтобы, во-первых, это все прижарилось. Не выделялось очень много соков и воды, да? Но и в то же время все, что вот это выделяется из грибов, лука, перца, чтобы оно тут же быстро испарялось. Напоминаю, никаких специй. И в отличие от курицы, друзья, все это дело мы теперь жарим до готовности, чтобы ничего не хрустело. Но жарится это очень и очень быстро. Я вам покажу, какое оно должно быть. Да, ну, 5-7 минут. Смотрите, конечно же, смотря как вы газ прибавите, как у вас все это будет жариться. Моментально. Я сейчас вот на самом сильном прижарю. Ну и, конечно же, чуть-чуть убавлю, чтобы оно просто-напросто у меня не горело. Вот так вот ужарились овощи. Причем очень и очень быстро. Все, теперь чуть-чуть оставляем. Пусть они немножечко остынут. Ну, минут 10-15 я их сейчас в тазик положу, и пусть они полежат. Начинка остыла. И теперь доводим, так сказать, до ума это все дело. Смотрите, вот тут вот у меня 150 грамм твердого сыра. Натерки, натер на средний, на такой, да, часть вот этого сыра отсюда. Грамм 50 буквально. Беру и кладу вот в эти овощи. Тем самым он нам изнутри немножко стянет это все, чтобы сильно не расплывалась начинка. А тот сыр нам сверху сделает красивую шапку, да. Далее. Чеснок. Ну, тут уже по вкусу. Два-три зубчика, как хотите. Я вот возьму три, у меня просто было три, чтобы не выкидывать, все сюда сделаю. И потру просто вот на мелкой терке. И сразу скажу, пока вот тру чеснок. Кто-то скажет, зачем возиться там с отбивными, их обжаривать. Вот это вот все. Можно было сразу же, да, отбить на противень, нафаршировать и все это дело. Нет. Вкус, конечно же, получается разный. Это все по-разному. Это разный. Конечно же, все это можно, да. Все можно, чтобы не возиться. Но когда мы просто отбивную кладем на противень, сразу ее фаршируем, ставим запекать, они как ни крути, так или иначе, все равно получаются, ну, как бы вареные, да. А когда мы их чуть-чуть прижариваем, тем самым мы, во-первых, запечатываем соки внутри, какие там есть. И вкусы получаются совершенно-совершенно разные. Это все, естественно, проверено тысячу раз. Все. Далее сделаю по весам, чтобы вам потом написать, сколько чего я положил. Кладу сметану. У меня 15%. Буду класть сметану и майонез. Просто сметану одну никогда не кладу, не люблю, потому что получается все-таки, ну, так пресновато, скажем. Всегда добавляю майонез. Все на глазочек. Посмотрим, сколько. Ну, вот в общем, в общем 100 грамм, значит, 50 того можно было. 50 того. И вот теперь, так как у нас это все дело мы не солили, когда обжаривали, но учитывайте сыр и майонез соленый. И отбивную мы солили. Чуть-чуть мы все это дело присаливаем. Болгарский перец жарен. Это просто супер. Это очень вкусно. И чуть-чуть перчику. Болгарский перец, грибочки, курица. Это супер сочетание. Все, друзья. И все мы это дело перемешиваем. Вот и начинка готова. Кстати, когда овощи обжаривал, чуть-чуть добавлял масла. Значит, я миллилитров 50 в грибы наливал, и, ну, грамм 30 миллилитров, 30 потом. Все. Начиночка наша готова. Берем наши куриные заготовочки мясные. Куриные, мясные. Все собрал в кучу, да? Так. И раскладываем начиночку поровну. Начинке должно быть идеально. Клал все на глазочек, но должно получиться все супер. Да. Будет прям как будто бы вот я знал. И выкладываем всю начиночку. И теперь, друзья, смотрите. Сразу же включаем духовку на 200 градусов. Ставить будем в разогретую духовку, не в холодную. Начинку распределяем по всей отбивной. В то же время до краев не доходите. Примерно сантиметр. Она и так ляжет, как ей надо потом. Потому что она потом просто все упадет, если сильно будете размазывать. Нет. Так или иначе, вот такую шапку оставляйте. В разогретую духовку жарить, запекать будем. Не жарить, а запекать будем. По времени не скажу. До красивой сырной шапки. По времени, естественно, все по-разному. Все духовки разные. Вы духовки свои должны знать. И вот так вот делаем красивую сырную шапку. Сыр никогда не размазывайте. Вот. Кладете шапкой. Он сам, как ему надо, распределится. И при термической обработке будет сам растекаться, как ему надо. И смотрите, так как противень мы не мазали никакими жирами, я наливаю на противень немного горячей воды. Тем самым мы сильно не будем высушивать мясо. Так как курица, все вы понимаете, что сухое и так само по себе мясо. Да и свинину, если карбонат запекать, тоже его не прокусишь. Обязательно водички. Тем самым мы не сушим мясо, и оно будет сочным. Мы прижарили его, запечатали там сок. И сейчас мы еще дадим ему, так сказать, сочность. Вот я наливал 200 миллилитров. Вот сколько тут осталось, не знаю. На глазочек много не лейте, но полстакана где-то. Все. Ставлю в разогретую духовку на 200 градусов до красивой сырной шапочки. Запекаем до готовности. Выпекаться будет, ну, недолго она может. У кого сильно мощные там печки, да, минут 20, там, 15, 17, полчаса. Посмотрите уже по своим духовкам. Смотрите, друзья, какая роскошная курочка получилась. Аромат я не могу передать. Это просто нечто. У меня не поместился третий кусочек. Делал фотографию. Это просто супер-супер-супер. Смотрите, какие массивные куски получились, да. Четыре порции. Ну, тут наестся любой, так сказать, взрослый человек очень хорошо. Либо на праздничный стол, либо на повседневное роскошное блюдо. Давайте вот этот вот кусочек я разрежу, покажу вам, что все пропеклось. Мясо очень-очень сочное. Самое главное, мой совет, его не пересушите. Не нужно его сильно-сильно запекать и пересушивать. Очень сочное внутри. Мне самое главное сейчас вот не уронить его. Сейчас я постараюсь приподнять и вам показать. Вот, смотрите. Очень сочно все внутри. Я просто нажал бы, да, сок пока. Но нет, тут его видно, в принципе. Если я нажму, все потечет. Очень сочное. Все пропеклось. Массивные такие хорошие порции. Супер. Я всем рекомендую сделать такую куриную грудку. Куриное филе, ну, как хотите называть. В принципе, одно и то же. Друзья, будем на сегодня заканчивать. Ну и, конечно же, говорю вам огромное-огромное спасибо за ваши лайки, просмотры и комментарии. Просто априори огромное вам спасибо за то, что вы у меня есть. Ну и, конечно же, скажу вам по традиции. Всем самого-самого приятного аппетита. Я с вами не прощаюсь, а всего лишь навсего говорю вам до свидания. Всем пока-пока, друзья. Всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok